Буквально два дня назад я выпускал видео о седьмой бете, а сегодня уже подкатила восьмая. Что же произошло? Сразу же после моего обзора, Apple приостановили распространение седьмой бета-версии по причине того, что апдейт был нестабилен и очень плохо работал на некоторых устройствах. Приложения открывались с задержкой, ну и проблемы такого типа, вы поняли, я думаю. У меня было всё ок, и собственно я сказал об этом в своём обзоре, и с того момента ничего не изменилось. Кстати, паблик бету Apple не успели выпустить, поэтому шестого паблика в принципе не было. Ну что ж, давайте разбираться в iOS 12 бета 8, погнали! Нововведения. Нововведений нет. Сам апдейт весил даже меньше, чем седьмая бета, и главный акцент был сделан, конечно, на исправление проблем седьмой беты. Всё, что работало глючно, починили, и многие пользователи на форумах стали отмечать, что система работает в некоторых местах даже плавнее, чем шестая бета. Это хорошо, Apple идёт в правильном направлении, да и вообще у нас осталось не так много времени до релиза, который, кстати, будет в сентябре. Если вы не успели поставить седьмую бету или же просто пропустили её, я рекомендую вам посмотреть мой обзор, который сейчас высветится в правом верхнем углу в подсказке. Есть пара интересных штук, которые были упущены мной и многими бета-тестерами ещё на шестой и седьмой, которые всплыли только сейчас. Например, при изменении толщины кистей в приложении заметок толщина также показывается цифрами, чтобы её, наверное, можно было точнее настроить. А вот ещё прикольная штука, поиск сети на iPhone X теперь сопровождается вот такой классной анимацией. В производительности, я думаю, всё ясно, бета работает очень стабильно, результаты Geekbench 4 изменились в лучшую сторону, но я огорчу людей, которые обсуждают цифры бенчмарков после каждого апдейта. То, что у вас мультискор изменился на несколько баллов, это никак не связано с производительностью, видимо, вы вообще не в курсе, зачем нужны бенчмарки. Что касается iPhone 5s, всё, что я сказал в предыдущем обзоре, остаётся, он также работает очень круто и намного быстрее iOS 11, но моё любимое приложение подкастов до сих пор работает также плохо. На этом всё, пишите в комментариях, как работает бета на ваших устройствах и столкнулись ли вы с какими-то проблемами, подписывайтесь на канал, оценивайте это видео, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok